Всем здравствуйте! Всех вас! Рад видеть на моей небольшой разводне, на моем YouTube-канале. Сегодня поговорим о рыбасиках. Постараюсь, чтобы ролик не был слишком длинным, слишком долгим. Но думаю, что в 20 минут попытаюсь уложиться. Ролики в последнее время выходят очень редко. Работы очень много. Даже на разводне не всегда успеваю здесь все сделать, если честно. Вот этот год, 2023 год, очень был у меня насыщенным и он продолжает быть таким. Надеюсь, до нового года все старые дела завершу, чтобы уже в новый 2024 год таким обновленным зайти, чистеньким можно сказать. Ну, это, конечно, так мысли вслух. Ну, просто хочется сделать максимально много, пока хорошая погода. А у нас погода изменилась, ну и все. Можно сказать, работа встала. И вот я вожусь здесь на разводне. Кстати, сегодня будет такая небольшая, можно сказать, просьба к вам. Ну, просьба как? Не просто просьба. То есть, за эту просьбу, конечно, получите небольшие призы. А, возможно, для кого-то это очень большие призы. Как бы вот небольшой такой розыгрыш и в честь Нового года. Ну и в честь того, что нас с вами уже более 10 тысяч подписчиков на этом канале. Ну, еще раз вам скажу, это для Узбекистана это огромный цифр. Кто живет в Узбекистане, он, я думаю, понимает, о чем я говорю. Аквариумистика у нас не сверх популярна. Буквально только вот-вот начинает набирать былую популярность. Раньше, конечно же, аквариумистика у нас была очень популярна. Ну, давайте сначала начнем с малечков. Посмотрите, как подросли мальки. Вот в пластиковых боксах, посмотрите. Ранее их не было видно, а уже здесь посмотрите. Все, еще пару недель я их буду продавать. Ну, наверное, вы уже догадались, кто это. Вот они, красавцы. Как я их называю, кривая рыбка. Очень, на самом деле, красивая рыбка, филамена. В принципе, неприхотливая. Я ее в какой только воде не содержал. И температурный режим, и 22 жили, и 28. В общем, ну, все отлично. Ну, конечно, желательно, вот, заметил 24-25 для них оптимально. Кормлю их пока только Артемии. Ну, уже буду начинать давать им сухой корм. Потихонечку. Ну, и трубочник тоже буду резать. Ну, и здесь тоже, посмотрите, родостомосы подросли. Родостомосов немного. У меня там еще осталось чуть-чуть на продажу. Ну, и вот эти тоже пойдут, как говорится, на продажу. Ну, уже, наверное, через месяц, может быть, через два. Панды. Ну, чуть они так шугаются. Видите, там икра есть на губке. Ну, я убираю вот побелевшую икру. Нерестятся, ну, можно сказать, неплохо, но почему-то очень много побелевшей икры. Вот здесь я экспериментирую. Может, кому-то тоже пригодится. Видите, один раствор такой вот голубовато-синий, один прям такой синий, прям вот насыщенный. Я туда и синьки добавил, и продувочку так установил сильную здесь. Посмотрим, где как вылупится личинка. Ну, вот здесь уже должны появляться, но все равно очень много неоплодотворенной икры. Но буду надеяться, что что-то получится. Посмотрим. Особенно интересно, что вот здесь получится. Прям такой раствор, видите, очень-очень синенасыщенный такой. Обычно я вот такой делаю раствор, голубовато-синий. Для коридоросов, когда скаляри разводил, вот такой вот раствор делал, синьки. Ну, посмотрим, как говорится, время покажет. Ну, здесь, посмотрите, панды как подросли. Здесь чуть джули есть. Давайте чуть сейчас пошевелим они. Вон там, смотрите. Все, уже буду их продавать потихонечку. Коридоросы панда. Сейчас, вон они там хотят залезть прям под... Видите, залазить прям под этот, чтобы не раздавить. Видите? Вот так, вот и все. Ну, на самом деле, рыбка очень красивая. Чуть-чуть их пошугали, побеспокоили. Так, здесь у меня, ну, не будет видно, здесь личинка. Здесь тоже филомена. Пока вот в таком, в массовом количестве, в большом, не могу их развести. В этом аквариуме анцитрусы. И здесь немного есть еще мальков. Мальки здесь родостомусов. Ну, их здесь чуть-чуть, я объединю их потом вместе. Здесь, по-моему, еще несколько штук миноров плавает. Ну, буквально чуть-чуть. Вот здесь, посмотрите, меченосца. Я больших самочек сажал. И вот здесь получился такой яролаж. Посмотрите, здесь и Санта-Клаусы есть, и обычные, и такие белые меченосцы, как я их называю. Ну, в общем, мальков так прилично. Это от двух самок. Ну, часть еще погибла. Ну, вот, большую часть удалось сохранить. Тут мальки тернешек. Ну, вот, почему-то личинка была слабая. И сейчас я вот наблюдаю, мальок тоже слабоватый. С чем это связано, не знаю. Возможно, условия содержания производителей не очень. Ну, тернешек не так много. У меня еще есть там тернешек, тоже их посмотрим. Так, давайте далее идем. В этом аквариуме вот как-то мальок тернешек попал. Ну, и чуть-чуть, буквально здесь несколько мальков красного неона есть. Личинки было много, но личинка тоже слабоватая была. И потом я уже смотрел, мальков очень мало осталось. Личинки было прилично. Ну, вот, мальков здесь очень мало. Не знаю тоже, с чем это связано. Буду дальше экспериментировать. Ну, и вот, посмотрите, как подросли. Вот здесь сколько? 15-20 литров в этом аквариуме. Светлячки здесь и... Миноров, по-моему, тоже, ну, буквально чуть-чуть есть. Вот так они сейчас выглядят. Ну, видите, животики не полоненькие. Я их утром рано покормил. Вот сейчас тоже их буду кормить. Ну, здесь есть несколько светлячков покрупнее. Здесь тоже экспериментально. Я яролаж забрасывал в этот аквариум. Ну, и вот такое ощущение, только светлячки здесь выжили. Ну, и, конечно, анцитрусы здесь тоже есть. Посмотрите. Вуалевые и белые анцитрусы подрастают. Чуть-чуть здесь темных есть анцитрусов. Анцитрусы светлые, пользуются популярностью. Ну, на самом деле, они очень красивые. А вот, по-моему, один малёчек у здесь минора. Ну, камера не фокусируется поближе, если. Этот малёк минора, такое ощущение. Ну, подрастут ещё, посмотрим. Неоны. Вот они, посмотрите, как смотрятся. Ну, кажется, что их здесь мало, но, на самом деле, здесь их приличное количество. Ну, всех мальков я сейчас кормлю только артемии. на артемии, на живой. Они растут очень хорошо. Ну, ещё вот здесь часть неончиков. Я пересадил их сюда. И такое ощущение, они прямо вот сразу начали расти, так прибавили в росте. Ну, здесь света нету, но, надеюсь, вам видно. Уже такой размер здесь сантиметра полтора. Тоже пока артемии кормлю. Ну, уже скоро начну тоже им сухой корм давать. И буду резать трубочник тоже потихонечку. Давайте ещё сейчас мальков посмотрим. Вот сюда я мальков тернеций пересадил. Посмотрите, какое их здесь количество. Это вот я первый раз нерестил тернеции. Ну, и здесь просто потеплее. Я вот поставил здесь капельницу. Видите, топы по капельке. Прямо вот с аквариума. Аквариум, кстати, посмотрите, зарос как. Нужно будет его обязательно почистить. Но пока это не делаю, потому что постоянно отсюда беру воду для мальков. Отстойную воду беру. Вот они. Растут тоже довольно-таки хорошо. Здесь просто потеплее. Рядом с батарейкой. Ну, и здесь где-то будет температура постоянно 26, не ниже. Расти они будут гораздо быстрее, чем другие мальки. Ну, и, конечно, пока аэрлифт и продувочку сюда установил. Ну, а теперь давайте к приятному перейдем. Можно сказать, к розыгрышу. Посмотрите, сколько коряк осталось. Они очень хорошо высохли. Я себе даже не стал оставлять. Я продал большую часть. Кто помнит, было видео, там коряк было. Ну, в три раза, наверное, побольше целая гора коряк. И уже я их, конечно, распродал. Мне, в принципе, хватит. А эти я хочу разыграть между подписчиками моего канала. Значит, сейчас об условиях скажу. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк под видео и поделиться любым моим видеороликом в социальных сетях. Ну, чтобы там была ссылка на мой YouTube-канал. Тем самым вы, как бы, помогаете мне тоже развивать канал. Ну, и участвуете в популяризации аквариумистики. Ну, это в основном касается тех, кто живет в Узбекистане. Вот. И сделать скриншоты обязательно и скинуть мне в Telegram-канал. Вот. Я планирую сделать так. Ну, кто мне там будет в очередности писать. Я просто номера буду раздавать. Вот. Потом разыграю. То есть, вы не одну корягу, поверьте. Если там будет 10-20 человек участвовать, я посчитаю, сколько здесь коряг. Если не много людей, я разыгрывать не буду. Просто их раздам. Все. Вот. А если, ну, побольшее количество, то придется разыграть. Ну, я думаю, что здесь просто всем хватит. Я думаю, вряд ли в Узбекистане многие там будут как-то участвовать в этом. В основном, конечно, меня смотрят с других стран. Но вот в последнее время с Узбекистана тоже начали смотреть. Здесь коряги, значит, из ореха, из инжира и вишни. Если кто занимается анцитрусами, возьмете коряги из инжира, не пожалеете. Просто не пожалеете. Я экспериментировал. Во-первых, они их съедают практически полностью. Вот это из инжира. Им очень нравится инжир. Даже более, чем виноград. И инжир не так мутит воду, как виноград. Кто-то мне писал насчет ореха. То, что орех там может йод выделять в аквариум, еще что-то. Ну, я там даже не знаю, как ответить на это. Если даже йод выделяет, это очень хорошо. То есть, для рыбок это полезно. Ну, на мой взгляд. Вот. Хотя я ничего такого не заметил. Орех самый стойкий. Вот он более всего держится в аквариуме. Вишню можно использовать вот такую вот тонкую. То есть, ну, спалис чуть толще. Вот здесь вот видно. Спалис чуть толще, не более. Если вишня вот такая толстая, там много смолы. Ну, видать, что-то в аквариум выделяет. И потом рыбасикам не очень. Ну, здесь вишни очень мало осталось. Хотя вишня очень красивая. Сама по себе вот структура. Так что участвуйте. Условия довольно-таки простые. Поделиться видеороликом в соцсетях. И просто дать ссылочку на мой YouTube-канал. Вот и все. И все скриншоты, конечно, скиньте мне в телеграм-канал. Я постараюсь ссылку на мой личный телеграм-канал закреплю в первом комментарии. И вот эти коряги. Это большой труд на самом деле. Кто знает, кто занимался аквариумом, все это очистить от коры. Они сухие. Им где-то два года. Ну, просто их можно в воде хорошенечко помыть. Кто захочет, там. Ну, даже шкуркой не надо их шкурить. Ничего не надо. Они полностью очистят. Просто хорошо помыть. И все. И можно в аквариум. Кто захочет, может еще прокипятить солью. Как дезинфекция. Это тоже будет не лишним. Но я бы так сделал. Я бы кипятил обязательно. А потом в аквариум. Ну, еще у меня есть две уникальные коряги, на мой взгляд. Вот этот чистый корень, это вишня. Я тоже как подарок подарю аквариумистам. И вот из вишни здесь тоже очень интересная коряга. То есть, ну, мне, кстати, большие деньги предлагали за вот эту корягу, за вот этот корень. Он смотрится, ну, просто потрясающе. Я не буду сейчас его как бы поднимать. Вот такой вот корень, очень красивый такой. Вот, если посмотреть даже задалека, его можно даже чуть-чуть обрезать. Какую-то хорошую декорацию придумать для аквариума. Будет смотреться в большом аквариуме. Там, если мхом или еще чем-то его обложить. Ну, просто великолепно будет смотреться. Так что, кто с Узбекистана, участвуйте. Если кто-то что-то не понял, пишите в комментариях. Если людей будет много, я просто буду, ну, разыграю. Там, первые, допустим, 20 человек. Хочу, чтобы как можно больше аквариумистов получили коряги. Они, ну, для анцитрусов нужно декорации в аквариуме. Ну, у меня в большей части аквариума присутствуют коряги. Как я заметил, еще некоторые коряги, ну, просто такой отдельный такой шарм в аквариуме, что ли, создают. Ну, если у вас есть анцитрус, обязательно должна быть коряга. Это обязательное условие. Так что, вот так вот и вам будет приятно. Ну, и мне тоже очень будет приятно, если кто-то, ну, поделится любыми моими видеороликами, который вам понравился. Так что, вот такой вот был. Ну, небольшой обзорчик, можно сказать. Еще, кстати, такие хорошие новости. Ближе к Новому году будут скидки. Сделал видеоролик, скидки будут очень хорошие. И на коридорусов Джули, и на таракатумчиков. Посмотрите, какого они размера. То есть, довольно-таки большого. Ну, на неонов не знаю, неонов вот чуть-чуть осталось, посмотрите. Здесь красный неон и черный. Ну, черный здесь весь с браком, я практически его весь себе оставил. На подарки, вот когда я там делал подарки, раздаливал рыбок, мало кто мне писал, что, ну, добавьте черного неона. Мало очень. Ну, вот здесь еще чуть-чуть совсем голубого неона осталось. Здесь тоже, в общем, на многие рыбки будут скидки. На анцитрусы, кстати, на анцитрусов тоже будут скидки. Есть очень уже такие хорошие экземпляры. И на вуалевых будут скидки, и вот на простых анцитрусов. Так что, не пропустите видеоролик. Там буквально вот на Новый год будут скидки, чтобы как бы порадовать. Сейчас вот сделаю чуть-чуть. То что-то такое нам не надо. Во, я случайно здесь подачу кислорода оборвал, подачу воздуха. Ближе к Новому году, так что ждите видеоролик. Тоже назову, какие цены будут, какие скидки. Ну и, конечно же, хочу еще раз всех вас поблагодарить за то, что вы мне помогаете. Смотрите мои видеоролики. Надеюсь, отнесетесь с пониманием, что роликов сейчас не так много. Ну и, конечно же, когда я буду вот мегапроект на разводне осуществлять, но он будет не только разводню затрагивать, я тоже буду вам показывать. Я думаю, возможно, кто-то тоже захочет сделать так же, как и я. Но я пока только теоретическими знаниями владею. На практике будем вместе там все делать, проходить через ошибки. Так что ждите. Но это, скорее всего, уже когда потеплеет, наверное, ближе к весне. Вот так. Посмотрим. А, возможно, будет и тепло, и пораньше. Ну, будем прощаться. Всем вам хочу пожелать крепкого здоровья. И, конечно же, поблагодарить вас за просмотр этого видеоролика. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть у вас все будет хорошо.